Приветствую тебя дорогой друг на нашем видео Кастя И в сегодняшнем видео я хочу поговорить про то Как правильно поставить цену на свой вебинар Этот вопрос волнует на самом деле очень многих людей Которые хотят сделать свои какие-то вебинары И продавать собственно их Как же правильно вообще делать ценообразование И как правильно все это преподносить и продавать То есть для многих это такой очень важный вопрос И я решил данный вопрос конкретно в данном видео уже раскрыть Здесь на самом деле есть очень много факторов Которые следует учитывать перед тем Как вы будете ставить цену на свой вебинар Очень важно во-первых кто ваш клиент Если вы делаете продукт не зная кто ваш клиент Это косяк Вам нужно знать кто ваш клиент Какая целевая это аудитория На которую рассчитан ваш вебинар То есть одно дело если это например бизнесмены У которых есть соответственно какие-то деньги Продвинутые бизнесмены У них есть большие деньги Другое дело если это какие-то дворники У которых вообще денег нет Или люди там среднего класса Или люди там с богатых семей То есть все эти факторы нужно учитывать Если вы продаете например как там собрать феррари своими руками То соответственно это наверняка Люди богаты у которых есть деньги на свой феррари Если вы продаете там тренинг тот же Как там починить жигули в экстремальных зимних условиях То соответственно нужно учитывать то что Владельцы жигулей не такие уж богатые люди Просто потому что у них жигули А не какой-то там феррари То есть нужно четко знать кто ваш клиент И какая целевая аудитория На которую рассчитан ваш вебинар Дальше очень важно Какую проблему решает ваш вебинар То есть если вы решаете какую-то проблему Без которой человек жить не может То соответственно денег за это можно брать больше Потому что если ваша проблема какая-то левая И придуманная и без нее клиент может прожить Есть без ее решения То соответственно он не будет платить огромное количество денег За такие вещи Например рассмотрим нишу здоровья Если у клиента есть конкретная проблема в сфере здоровья Например близорукость Как научиться хорошо видеть И если клиента все устраивает на данный момент Он не сильно будет напрягаться покупать ваш курс А если например у клиента рак Или что-то в этом роде Или опухоль Или не знаю что-то серьезное От чего зависит его жизнь И если он не решит данную проблему Он может умереть Или потерять какую-то часть здоровья То он готов платить за это Очень большие на самом деле деньги За решение своей проблемы То есть Это такой категоричный страшный пример Конечно я привел Но давайте еще какой пример можно Например проблема с потенцией Если у клиента проблема с потенцией И вы помогаете ему решить данную проблему То он будет платить большие деньги За решение данной проблемы Если у него проблем никаких особых нет То соответственно он не будет много денег Платить за данный курс Соответственно за ваш вебинар Поэтому смотрите какая проблема Насколько она глобальна Насколько без нее клиент может жить и обходиться То есть чем сильнее проблема Тем больше соответственно цены можно ставить За продукт Еще очень важный элемент Качество вашего вебинара Тренинга То есть Та эксклюзивные знания Которые вы даете на своем тренинге Даете ли вы какие-то Сверхопродвинутые знания Эксклюзивные Которых вообще нигде нету Или вы даете что-то общее Что всем известно В принципе Которые человек может найти Где-то в интернете И насколько эти знания Легко и хорошо можно применять на практике То есть если ваши знания Которые и навыки Вы даете через вебинар Дают конкретно выраженный Вакоочевидный результат Вашему слушателю Вашему клиенту То за это можно ставить больше денег Например Сфера бизнеса Если вы гарантируете клиенту Что он заработает После того как посетить ваш тренинг В 5 раз больше И вы даете абсолютно железобетонную гарантию То соответственно можете брать за это денег больше Потому что вы дали такую гарантию И вам придется клиента довести до такого результата Я так например делаю на своем коучинге Я продаю свой коучинг Он стоит на данный момент у меня 25 тысяч рублей И я клиентов довожу до конкретных результатов Чтобы они построили инфобизнес И делали свои первые продажи То есть это железобетонная такая гарантия И люди в любом случае доходят до результата Если делают то что я говорю Поэтому это очень важно Насколько вы готовы вкладываться Чтобы у человека получился какой-либо результат Дальше Ваш уровень экспертности Уровень вашей востребованности То есть два таких критерика Экспертность и востребованность Что значит экспертность Это насколько вы являетесь по сути профессионалом Экспертом в данной нише Конкретно в которую вы хотите обучать Если вы какой-то там не знаю Хер с горы пришел И новичок ничего не шарите Пытаетесь тиснуться нишу Соответственно вы не сможете там заламывать Какие-то сверх предельные цифры Вашу цену Чтобы брать за это огромные деньги Если к вам например нишу придет специалист Которого все знают Которого все признали Который шарит в этом реально классно То есть это будут разные совершенно люди Поэтому очень важно повышать свой уровень экспертности И знать свой уровень экспертности А также уровень востребованности Это уровень насколько люди к вам тянутся Для того чтобы попасть к вам на обучение Насколько люди хотят видеть вас Как раз ваш в роли ментора Такого учителя То есть важно чтобы люди сами писали Сами хотели попасть к вам на коучинг На обучение Писали к вам вопросы То есть насколько люди вас хотят По сути Давайте дальше Цены образования на вебинар Здесь больше конкретики хочу привести Если вы проводите например Какой-то аудиокаст Или семинар Там до 2-3 часов То есть небольшой какой-то Решающий конкретно какую-то проблему Или по какой-либо тематике Вы можете поставить цену Там от 300 рублей До там 3000 рублей То есть это нормально Нормальная цифра Для какого-то короткого семинара Для рунета Если вы ставите больше То это соответственно У вас должны быть более Вы должны знать что Вы сегментируете свою целевую аудиторию Под каких-то более премиум сегмент Какой-то где у кого больше денег Или вы должны быть супер экспертом Что за ваши знания будут платить Эксклюзивную информацию В данном примере я рассматриваю Вариант того что о вас никто Практически не знает Вы только начинаете свой инфобизнес В рунете при помощи вебинаров То есть нормальная цена От 300 до 3000 рублей Если вы же проводите свой Какой-то полноценный тренинг То вы можете ставить цену От 1000 до 10000 рублей И эта цена для вебинаров Вполне нормальная В данный момент в рунете Вы можете себе ставить такую цену Потому что люди покупают Люди записываются А ради полноценного тренинга Который длится 7-30 дней Каждый день Вы вещаете вебинары Задания, упражнения То есть это вполне допустимо Поставить такую цену Это примерно нормально Если вы все-таки являетесь Каким-то суперэкспертом И сегментируетесь Под какой-то преми-сегмент Можете ставить 20-30 тысяч рублей За свой вебинар Соответственно Данный пример я рассматриваю Для новичков Если вы проводите Какой-то VIP тренинг Вообще классный Решающий реально серьезную Проблему клиента Который у него есть И под мощную целевую аудиторию То есть целевая аудитория Четко выражена И у них есть деньги И они готовы за это платить То ставьте цену 10 тысяч рублей То есть не бойтесь Ставить высокие цены Потому что реально люди За это готовы платить Например В той же нише B2B Консалтинге Там можно продавать За 30-40 тысяч На тех же вебинарах Но про это еще Я скажу чуть позже Как правильно ставить Дедлайн цены Как грамотно мотивировать Купить ваш вебинар Во-первых Обязательно нужно поставить Номинальную цену За ваш вебинар По какой цене Вы будете продавать Ваш вебинар После того Как тренинг окончится Возможно это будет 2-3 тысячи рублей 5 тысяч рублей 10 тысяч То есть Очень важно здесь Держать ваше обещание Потом И поставить цену На ваш будущий продукт Сколько Сколько вы здесь сказали Номинального Это важно Соблюдать этот закон Потому что Если вы будете его нарушать Люди просто вам доверять Перестанут Поэтому номинальную цену Ставите И после того Как вы закончите Ваш тренинг Ставите такую цену Для продукта Как ставится дедлайн Например Если вы хотите заработать Вы можете сделать так Первые 10 человек Бесплатно Если вы хотите Делать полностью Платный тренинг То можете сделать Первые 10 человек 500 рублей Следующие 5 человек 500 рублей Следующие 5 тысяч рублей Следующие 10 Там полторы тысячи Следующие 10 Три тысячи Следующие 10 Еще 6 тысячи То есть вот так Постепенно повышаете цену Это дедлайн как раз по количеству людей. Если вы ставите дедлайн по срокам, то можете написать сегодня 500 рублей, завтра 1000 рублей, послезавтра 1500, а через 4 дня 2000. То есть можете ставить дедлайн по цене и по дате. То есть смотрите сами, как вам удобно. Советую все-таки ставить по людям, потому что так лучше на самом деле. Давайте пойдем дальше. Когда можно ставить высокие цены. Еще раз резюмируем немножечко. Когда вы признаны и эксперт, и гуру. То есть люди видят вас гуру и эксперта. Тогда вы можете ставить высокие цены, потому что вы уже пользуетесь спросом. Люди готовы платить много денег просто потому, что вы эксперт и гуру. Дальше. Когда у вас большая подписная база. Если у вас огромная подписная база, то вы можете ставить большую цену, потому что чисто методом перебора часть купит по большой цене и все. Просто потому, что у вас конкуренция за одно место очень большая. Например, у меня в данный момент 30 тысяч подписчиков, поэтому я могу себе позволить ставить большую цену на всевозможные свои какие-то вебинары, курсы. Дальше. Если тренинг ваш мега эксклюзивный, то есть он должен быть реально таким, настолько прорывным, такой тренинг, который вообще не было в Рунете, вообще в интернете, который решает какие-то супер-проблемы и дает какие-то мега мощные результаты, тогда вы можете ставить высокую цену. Если тренинг ниши B2B, то есть если ваши целевые клиенты другие бизнесмены, другие бизнесы, соответственно, у них денег больше, и вы можете ставить за свои тренинги в сегменте B2B, да, гораздо больше, брать больше денег, чем в сегменте том же B2C. Это бизнес ради клиента. Здесь бизнес ради бизнеса. Сами, наверное, прекрасно знаете, что те компании, которые оказывают услуги другим бизнесам, берут за это очень большие деньги. Те же консалтинговые фирмы, да, тренинговые. Можете просто вести консалтинг B2B там и посмотреть цены, они просто зашкаливают. Дальше. Если ваша аудитория – это богатые люди, то есть если вы работаете в какой-то нише, где достаточно люди богатые, то там можете ставить тоже большие цены. К примеру, там, не знаю, люди-аристократы, да, что-то в этом роде или люди-бизнесмены. То есть все это можете учитывать. А еще такой немаловажный момент, когда можно поставить высокую цену, если вы работаете с премиум сегментом рынка. Всегда есть, у любого рынка есть премиум сегмент. Это те люди, которые вообще ведут данный рынок, да, это самая элита, элит, у которых есть деньги и которые этот рынок вообще контролируют. Ну, являются лидерами на рынке. То есть такой премиум – это лучший из лучших, и у них есть деньги, и они готовы платить за это большие, за вашу информацию большие деньги, если вы работаете конкретно с ними. Но работа с премиум сегментом – это отдельная вообще тема огромная, да. И здесь я раскрывать не буду, потому что это совершенно другой немножко инфобизнес. Дальше. Вопрос, наверное, у многих встал, как принимать деньги. Во-первых, вы можете принимать WebMoney, да, если у вас кошелек. Если нету, то заведите WebMoney кошелек. The Payment система, да, такая замечательная есть, которая позволяет принимать огромным количеством просто вариантов. РБК Money, здесь опечатка у нас РНК Money. То есть РБК Money называется, так называемая система приема платежей тоже. Через всевозможные терминалы, там, Киеви, да, вот можно принимать через РБК. Если у вас есть виза, да, принимайте обязательно виза, потому что в последнее время я заметил тенденцию, что в России конкретно, да, визы начинают оплачивать гораздо больше людей. То есть, если раньше там оплачивали WebMoney за Payment РБК, в основном, то сейчас многие люди просто начали оплачивать визу. То есть, примерно сейчас это можно сопоставить с электронными платежными системами, визу с электронными платежными системами. Поэтому эта тенденция меня на самом деле радует, потому что на Западе уже все давно принимают только визы. Можете принимать Яндекс деньгами, заведите себе кошелек и принимайте себе деньги на здоровье. Яндекс деньги классная система, на самом деле очень хорошо конвертируется в разные банки, выводятся все это дело. И можете с этим работать. Также можете принимать на свой банковский счет, если он у вас есть. Очень такой немаловажный момент. Критично сначала принять оплату, а потом уже вписать человека на тренинг. Не берите людей на тренинг без оплаты. Не берите людей бесплатно. То есть, если у вас платный тренинг, да, не надо их брать бесплатно. Если они вам говорят, да, я заплачу позже или можно по частям. Ни в коем случае никаких частей, никаких позже. Оплата только до. Ставьте четкую границу вашей оплаты за ваш тренинг. Не брать людей бесплатно или оплату после тренинга. Они не заплатят, поверьте. Дайте четко знать людям, которые хотят на халяву или по каким-то супер скидкам пройти на ваш тренинг. Скажите им, что вы цените свои знания, навыки, опыт, те вещи, которые хотите передать. И ни для кого поблажек не будет. Для всех одинаковые условия. Если для кого-то вы прогнетесь, да, по сути вас просто банально не будут уважать. Поэтому это тоже учитывайте. По сути, принимать можете чем только возможно. То есть все варианты оплаты хороши. На сервисе Custom.ru как раз есть возможность приема через Money The Payment. Принимайте на здоровье. Используйте. Дальше. Есть еще такая классная фишка, о которой я хочу поговорить. Это обыгрыш цены. Когда вы ставите цену на свой продукт, нужно показать эксклюзивность цены на фоне других ваших услуг. Часто так бывает, что создаются специальные другие услуги, чтобы обыграть вашу цену, которая сейчас за ваш тренинг или семинар. К примеру, вот мой коучинг. Здесь он у меня стоит 25 тысяч рублей. И я, например, когда продавал вебинар, писал, что вот вебинар по инфобизнесу. Вы можете вписаться на мой вебинар, получить те же знания почти, что с коучинга. Коучинг, правда, стоит у меня 25 тысяч, а вебинар будет стоить всего 10 тысяч. И я продавал именно так. То есть на фоне коучинговой цены я продавал свой вебинар, и люди видели, что это реально так и вписывались. Также у меня существует, например, услуга консалтинг, которая у меня стоит 310 тысяч рублей. И я могу просто коучинг продавать на фоне консалтинга и показывать, что коучинг стоит дешево по сравнению с консалтингом. То есть коучинг и консалтинг, да, покупают их, но покупают их достаточно, гораздо меньше, скажем так, чем ваши вебинары, тренинги, семинары. Поэтому дорогие услуги в вашем ассортименте должны быть обязательно, потому что на фоне их люди покупают более дешевые какие-то семинары или тренинги. Здесь уже конкретно я уже не буду говорить про тренинг, который стоит 500 рублей, 1000 рублей. Там люди их будут просто скупать, потому что будут знать, что у вас есть люди, которые вписываются реально за услуги за 25 тысяч, за 300 тысяч. То есть обыгрыш цены такой очень хорошо работает. Я об этом уже рассказывал конкретно. Поэтому теперь вы прекрасно знаете, как ставить цену, как нужно обыгрывать все эти вещи. Используйте ценообразование в своей практике. Никогда не ставьте цену на свой вебинар от балды, потому что это достаточно глупо. Я желаю вам успехов, кучу продаж. С вами был Азат Валеев. Пока-пока!